В эфире iNews, программа о науке и высоких технологиях. В студии Андрей Соколов. Здравствуйте! В Китае запустили автобус «Портал». Проект был представлен всего 4 месяца назад и тогда существовал лишь в качестве макета. Мы рассказывали о новом виде транспорта в одной из передач. И вот, наконец, автобус «Портал» стал реальностью. Скорость, с которой осуществили проект, действительно впечатляет. В тестовом режиме автобус T-EB-1 запустили на закрытом полигоне длиной 300 метров. Внешне транспортное средство больше напоминает космический корабль, нежели что-то традиционное. Длина автобуса составляет 22 метра, ширина 8 метров, а высота 5. Передвигается он по рельсам на колесных тележках, которые расположены в нижней части опор. По словам инженеров, максимальная скорость T-EB-1 составляет 65 км в час, чего для города более чем достаточно. Текущая версия рассчитана на 300 пассажиров. В будущем вместимость планируется увеличить до 1200 человек. Основная цель создания подобного вида общественного транспорта – разгрузка дорог, ведь по сути автобус «Портал» едет на трассы, не мешая потоку. По окончании испытаний планируется возвести первую линию в городе Цинь-Хуандау. В социальной сети Instagram появился аналог сервиса Snapchat – функция «Истории». Теперь пользователи могут создавать слайд-шоу из фотографии и видео. Файл будет доступен подписчикам в течение суток, после чего автоматически удалится. У слайд-шоу нет лайков и комментариев, но на него можно ответить через личные сообщения. На видео и фото можно писать, рисовать, а также накладывать стикеры. Однако общая длина записи не может превышать 10 секунд. В дальнейшем, наверное, максимальный хронометраж все же увеличат. Со временем наверняка появятся и видеофильтры, как в сервисе Snapchat, который популярен во многих странах. И тогда, видимо, конкуренту придется не сладко. Еще одной особенностью исчезающих историй Instagram являются расширенные настройки приватности. Пользователь может скрыть от отдельных пользователей свои слайд-шоу целиком или же частично. При просмотре своих публикаций вы можете узнать, кто видел то или иное фото и видео. Новая функция уже доступна для устройств на операционных системах Android и iOS. И в завершении выпуска об интересной дизайнерской разработке. Ученые из Штутгарта вдохновились работой пауков и создали роботов, которые умеют совместно плести сети. Разработчики называют свою концепцию роевым строительством, так как роботы постоянно взаимодействуют друг с другом. В получившихся конструкциях по завершении процесса вполне может спать, словно в гамаке взрослый человек. Ученые в данный момент совершенствуют программное обеспечение роботов, чтобы научить их работать на разных поверхностях и в самых разных условиях. Пока это всего лишь настенный гамак, но представьте, что такие малютки смогут создавать в будущем, когда ученые улучшат их и научат работать с другими материалами, помимо тросов. Активное взаимодействие двух механических строителей – удивительное зрелище, даже несмотря на то, что это лишь ранняя стадия эксперимента. На этом все. Следующий выпуск смотрите уже завтра. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok